Шеф-повар, Максим Григорьев. Глинтвейновый сироп. Зима пришла. Не только по календарю, но и по погоде. И как приятно и уютно пахнет адвент, заполняя красотой украшенные улицы. Запах рождественской выпечки и приятного глинтвейна не оставит никого равнодушным. Вот и я решила поделиться с вами глинтвейновым сиропом, чтобы вы могли иной раз развести его горячим чаем или наоборот холодным шампанским или сектом, или дополнить его ароматом фруктовые салаты и мороженое и торты. Приступим. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты. Апельсин 1 штука. Бадьян, звездочный анис, 2 звездочки. Вино белое сухое 500 мл. Гвоздика 2 штуки. Кардамон 4 штуки. Корица палочками 1 палочка. Перец черный горошком 3 штуки. Сахар 300 г. Шаг 1. Подготовим ингредиенты. Хорошее белое сухое вино, например, черданы, сахар, апельсин, звездочный анис, гвоздику, кардамон, палочку корицы, несколько горошинок перца любого, я взяла зеленый, черный и белый. Шаг 2. Смешиваем в неалюминиевой кастрюле вино с сахаром. Шаг 3. Доводим вино с сахаром до кипения и убираем в сторону. Шаг 4. Апельсин лучше всего подготовить до закипания вина. Для этого мы ножом отделим кусками цедру и выдавим сок. Шаг 5. В вино выливаем сок, добавляем цедру, апельсина и все пряности, анис, гвоздику, перец, капсулы кардамона, раздавленные ложкой, и палочку корицы, поломанную наполовинки. Шаг 6. Доводим на большом огне до закипания и затем убавим до среднего, проварим около 5 минут. Шаг 7. Бутылки или другая стеклянная посуда должна быть горячая, для этого ополоснем в очень горячей воде, либо простерилизуем. Снимаем с огня кастрюлю и наливаем через сито, чтоб не попали в посуду приправы. Наливаем сироп по самую крышку. Сразу же закрываем, или используем по назначению. Шаг 8. Глинтвейновый сироп сохраняется в закрытом виде в прохладном темном месте около 6 месяцев. После открывания хранится в холодильнике, но недолго. Приятных и уютных вечеров вам. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.